Я выгляжу не так блестящий, он блестящий, в бабочке, наверное, вот так надо, в декольте надо было выйти. Вот, я хотела, прежде чем перейти к своей теме, хотела поделиться своими ощущениями, впечатлениями от выступления Мира Джангарачевой, которую очень хорошо знаю, в отличие, наверное, от многих, я помню период ее активной политической работы, два ощущения разочарования и восхищения. Начнем с восхищения. Мне мама как-то дала для меня до сих пор совершенно четкое определение аристократизма, белой кости. Она говорила, что белая кость определяется, или аристократизм определяется не суммой образования, не денежным, не кровью как таковой. Она определяется от поколения к поколению, от деда к сыну и внуку одним свойством. Эти люди не могут не жить достойно в любых ситуациях, при любых временах. Вот Мира Джангарачева для меня и ее семья пример вот такой белой кости и такого аристократизма. Разочарование, которое я сегодня испытала. Вы знаете, в четверг, когда мы здесь собирались на репетицию, я, честно говоря, ее не слушала. Я смотрела на ее ноги, она была в брюках. Я подумала, боже мой, какие ноги! Вот это, знаете, это всегда смущает мужчин, потому что я обращаю внимание женские ноги и женские попки. Ну, если это красиво, почему бы это не делать? Я подумала, мне еще, мне так на цыпочки надо приподняться, чтобы вот выглядеть так же через, ну, какая у нас разница, там, три года, да? Через три года. А, мне тоже пятьдесят, хорошо, я согласна. Но я просто еще хотела остановиться, почему, собственно, сегодня сюда пришло. Вообще, это первое для меня мероприятие под знаком вумен. Я, слава богу, не слышала сейчас Нара и Брайв и так далее, да, и поэтому с таким дилетантским безрассудством скажу, что понятие гендер, феминизм, для меня, я сложно к ним отношусь, как к любым другим половым сегрегациям. Я считаю это комплексом неполноценности для себя, в отношении себя, и его у меня нет. И поэтому я обычно избегаю таких тусовок, но я подумала, что выступление в такой блестящей компании блестящих женщин мне будет лестно и приятно. Ну и, собственно, к теме. Я ее обозначила как светский экстремизм в Кыргызстане. Прежде чем об этом говорить, вообще я, наверное, буду сегодня самой большой занудой, ну, так уж получилось. Видите, экран темный, я люблю сама погреться в лучах славы. Прежде чем говорить об этом, наверное, правильно было бы сказать о своих личных отношениях с Богом. Я мусульманка по рождению, хотя это определение достаточно условно, имея в виду мое советское коммунистическое детство. Но даже в детстве я в своем миропонимании все время искала некую высшую отправную точку, высшую справедливость, высшую милость, если хотите. Маленький пример. Если я оплатывала домой, приходила поздно и понимала, что меня будут ругать, я остановилась перед перемей родительского дома и молилась сразу всем богам, просила свои мечты. Сегодня я совершенно осознанно подхожу к самоопределению себя с верой. Я выбрала ислам, потому что я соотношу его понимание Бога, имея определенное философское образование, я соотношу это с аристотелевским понятием высшего разума и первопричиной всего сущего. В исламе это также абсолют, высший разум, первопричина сущего. Это нерожденный и это не сын Бога, вознесшийся на небеса, как, например, у христиан. Я абсолютно сейчас не претендую на то, чтобы оспаривать, какая религия правее. Я просто говорю о личном выборе и о личных критериях. Надо сказать, что у моего сына отец христианин. И мы изначально с самого его рождения, ну или пока, по крайней мере, когда он способен был нечто воспринимать, мы ему говорили, Бог есть, но с каким именем ты к нему обратишься, это сугубо исключительно твое право. И никогда не думай, кто из родителей на тебя обидится. Это твое право и твои взаимоотношения с Богом. Сегодня ему 13, и он еще в раздумьях. Ну а теперь, собственно, по теме. Я считаю, что светская часть общества в нашей стране более агрессивна, более нетолерантна. И в этом смысле где-то экстремистски настроена по отношению к верующей части общества. Вы знаете, справедливости ради, надо сказать, что мы абсолютно не уникальная в этом смысле страна. И это не сугубо кыргызская проблема. Мы очень периферийная, локальная точка вот в этом столкновении цивилизации. Как-то на фейсбуке, на страничке известного российского журналиста Львана Важенова, разгорелась дискуссия. Как раз шла вот эта кампания против Пуссирайт. И он написал, скажите, почему мы все принимаем и допускаем оскорбление чувств верующего и не допускаем оскорбление чувств атеиста. Я задумалась действительно, а почему. Почему? Потому я думаю, что у верующих есть объект поклонения и, соответственно, чувства к нему. У атеистов нет этого объекта поклонения, они отрицают Бога как и такового и, соответственно, нет к нему чувств. Нельзя оскорбить чувства, которых нет. Тем не менее, в последнее время все чаще я замечаю возмущение и публичное выражение оскорбленности со стороны неверующей части нашего общества, чаще, чем со стороны верующих. Давайте попытаемся разложить, из чего сегодня, вообще из чего состоит наша светскость, наше понимание светскости. Ну, во-первых, из, опять же, того же советского коммунистического прошлого. Наверное, допускаю, что в этом зале, в общем-то, немного людей или в меньшинстве люди, которые застали это прошлое. Но боюсь, что большая часть из вас в своей семье, от своих родителей получила именно это понимание светскости. Отсюда, вот в этом советском понимании, лежат корни и нашего бытового атеизма, и, соответственно, государственного разделения и отделения церкви от государства, этой политики. Подчеркну, что по советскому образцу это разделение, имея в виду конфронтационное разделение. То есть, если говорить о политике государства, то это контролирующая и репрессивная политика. Если говорить об обществе, значит, это ханжество соответствующее, это безапелляционность соответствующая и это агрессивность. Во-вторых, наша светскость активна и сегодня укрепляется и видоизменяется с продвижением, как ни странно, демократии в нашей стране. Явление, безусловно, позитивного достижения европейской цивилизации, я имею в виду демократию, но это все-таки достижение европейской цивилизации, это культура европейской цивилизации, построенной или базирующейся на христианстве. Как-то совсем недавно, 2-3 месяца назад, в Бишкек приезжала Марта Брил-Олкот, и когда она встречалась в небольшом зальчике, я спросила ее, Как вы думаете, почему наши гражданские активисты, главные двигатели демократии в Кыргызстане, так благоговейно относятся к картинке государственной присяги западного политика на Библии, инаугурация президента США, которую нам совершенно скоро предстоит еще раз посмотреть, и так активно не приемлют, категорически не приемлют присягу кыргызских политиков на Аккуране. Вспомним ту обструкцию, которой подвергся депутат Бакирулу, когда он приносил такую присягу. От всерьез до высмеивания и выражения сомнений в адекватности такого политика. Почему наши гражданские активисты, которых многие, я в том числе, ездила, по приглашению ездила в Вашингтон, и была в Капитолии, и там обязательная экскурсия, в том числе и в молильную комнату для мусульман. Именно кыргызстанцы ввозят туда, понимая, что мы выходцы из мусульманской страны. Там есть и другие молильные комнаты для других вероисповеданий, но у нас туда. Почему это вызывает умиление, но при этом попытка депутатов организовать себе намаз хану в Джоркукенеше вызвало такое негодование, такое давление, что они не смогли это сделать. На минуточку не будем забывать, что у нас свобода вероисповедания. Соответственно, должны быть созданы условия для того, чтобы каждый смог реализовывать это личное право. Вы знаете, мне это, конечно, дало ощущение, что я совершенно на правильном пути, понимаю, что это не есть хорошо. Я стала с этим разбираться и нашла совершенно такое для себя неожиданное подтверждение как раз тому, что, а в этом нет ничего плохого, что светскость отождествляется с христианством, потому что светскость как понятие возникла именно в христианском мире. Светскость, светское или мирское – это лишь определение вне церковного. То есть светские люди вполне себе верующие в европейском мире, в христианском мире, но не священных служителей. Можно ли вот так просто перенести это на площадку, например, ислама или иудаизма, допустим? Оказывается, нет, потому что и в иудаизме, и в исламе нет института церкви в том понимании, в каком оно есть в христианстве. То есть нет посредника между Богом и человеком. Муфтияд – это несколько, он выполняет несколько иные функции, сейчас не будем на этом останавливаться, но тем не менее. Но вопрос для меня даже не в этом. Вопрос в том, что если для христианских стран это если неприемлемо, то по крайней мере объяснимо, вот такое отождествление, то мне кажется неправильным, что мы эту матрицу вместе с другими демократическими принципами просто переносим, копируем. Причем нам не навязывают, или по крайней мере не открыто навязывают это, мы копируем это сами, забывая, что у нас есть своя традиционная система ценностей, базирующаяся на традиционных же религиях. Вот если говорить о понятии светскости в христианском мире, то есть так отличали клир от мира, примерно схожее есть понимание в европейском мире понятие веротерпимости. То есть оно складывалось в европейской политике, исходило из того, что вера как состояние исходна для всех. Другое дело может быть разное вероисповедание. Вспомним слова «Мы верим в Бога». Эти слова до сих пор как ежедневное напоминание общественного согласия между людьми разного вероисповедания, написаны на долларовой купюре. Вы можете себе представить, чтобы это было написано на соме, или чтобы кто-то это предложил написать на соме. Какая вонь поднимется среди наших гражданских активистов. Почему это происходит? Мы до сих пор оперируем советским коммунистическим понятием светскости, где вера отрицается как таковая, и религия игнорируется как таковая. И наш водораздел терпимости, толерантности происходит не между, в большей степени, не между мусульманином и христианином, а между атеистом и верующим. Мне кажется, что именно поэтому в европейском обществе там нет такой конфронтации. Там нормально, когда президент приносит присягу. Потому что он верующий, но он не священнослужитель, он президент. А у нас, кто не с нами, тот против нас. Совершенно такой совковый лозунг, коммунистический, я бы так сказала. Отсюда такое искаженное понятие светскости, оно дает всю остальную безапелляционность ханжества светской части общества, в нашем понимании части общества, менторствовать в этом обществе, задавать определенные правила игры и требовать их исполнения. Причем это переносится, знаете, это существует в большом мире, это существует в маленькой ячейке общества, называемой семьей. Вы подумайте, задумайтесь, вспомните какие-то семьи, знакомые, где в интеллигентных семьях один из членов семьи обращается в религию. Как к нему относятся? Как к больному, как к сумасшедшему, как он становится изгоем в собственной семье, как наркоман. То есть до сих пор мы руководствуемся ленинским определением. Религия – опиум для народа. Вспомните, какой шум был вокруг показа или не показа фильма «Я, гей и христиане». Многие защитники этого фильма тогда в качестве аргумента приводили тот факт, что не нужно обращать на название, вы посмотрите содержание, содержание совершенно иное или оправдывали еще и так далее. Я просто хочу вас спросить, сколько человек могло бы посмотреть этот показ в кинотеатре Монас, он предполагался, 200 человек, 300 человек, 500 человек, пусть 1000. Сколько мусульман в нашей стране услышали это заведомо провокативное название? Я уверена, что заведомо провокативное. Оно мне напоминает советское рабоче-крестьянское выражение «Все эстеты педерасты». Тот же социальный шовинизм только с точностью до наоборот. То есть когда маленькая кучка эстетов как бы оскорбляет или выражает свой шовинизм по отношению к мусульманскому большинству, и не только к мусульманскому. Я боюсь, что это похоже на дергание спящего тигра за усы, потому что следующая революция при таком беспардонном проявлении нетолерантности может стать исламской. По последнему социсследованию Американского института Айрай 91% населения Кыргызстана признают себя мусульманами, 7% признают себя христианами, и только 0,3% признают себя атеистами. Я допускаю погрешности в этом исследовании, но это очень близко к истине. Поэтому давайте будем адекватны этому факту и будем помнить, что мы, если не верующая страна, то имеющая тенденцию к этому. Давайте будем толерантны не только мусульмане по отношению к христианам и наоборот, но и атеисты по отношению к верующим. Спасибо. Аплодисменты.